Это новости нашего города с обзором основных событий к этому часу. Здравствуйте! На Ямале все готово к предварительному голосованию. Для его проведения Единая Россия подготовила 54 575 бюллетеней. По расчетам единороссов, 22 мая на избирательные участки придут как минимум 37 тысяч выборщиков. Именно им предстоит определить достойных кандидатов, которые в сентябре поборются за кресло в Госдуму РФ и Тюменскую областную думу. Ямал на пороге больших выборов. В отличие от других партий, к этому событию единороссы готовятся заблаговременно. В приоритете предельная открытость и прозрачность. Вот и процедуру праймерис на этот раз решили максимально приблизить к основным выборам. Одним из нововведений стал отказ от внутрипартийного голосования. Сегодня нет никаких фактически барьеров. Если человек разделяет с нами нашу платформу, стоит и смотрит на работу в органах законодательной власти так же, как это оценивается в целом партии, и председателем партии, основателем нашей партии, то милости просим. Еще одно существенное ноу-хау партии – обязательные дебаты для всех участников праймерис. Это своеобразная школа с тем, чтобы оттренировать каким-то образом будущих кандидатов, с тем, чтобы они более подготовленными входили в компанию и выходили на обязательные дебаты уже в компании. Дискуссионные площадки работали в крупнейших ямальских городах – Салихарде, Надыме, Ноябрьске и Новом Уренгое. Каждый участник предварительного голосования минимум дважды выступал на дебатах. Своего волнения не скрывали. Как опытные политики, так и новички восприняли это как толчок к самосовершенствованию. С собой довольным нельзя сильно быть. Надо быть покритичнее. Где бы ты ни работал, что бы ни делал, надо выкладываться. Надо просто работать на 120%. Занять как можно больше парламентских кресел стремятся абсолютно все партии. Пока одни раскачивают политическую активность ямальцев, другие уверенно едут по проложенной дороге. На днях по Ямалу прокатился агитпоезд ЛДПР, но северян на Микини не проведешь. Бурной встречи не случилось. А в Карачаево на станцию так и вовсе никто не пришел. Либерал-демократы оправдываются. Погода подвела. Это на самом деле вполне понятная позиция партии ЛДПР. Они сделали абсолютно правильно с точки зрения технологий. Обвинять их в том, что они поступили как-то некорректно, бессмысленно, потому что это политическая борьба. В день предварительного голосования в округе откроют 47 избирательных участков. Ямальцам предстоит выбрать тех, кто будет бороться за кресло в Госдуму и Тюменскую областную дому. Всего выборщики получат по три бюллетеня, у которых максимальная степень защиты. Все три бюллетеня, которые будут выдаваться гражданам, пришедшим на избирательный участок, были заказаны и распечатаны на госзнаки, имеют несколько степеней защиты. За годы своего существования партия впервые проведет общефедеральный праймерис. Избирательные участки, так же как на выборах, откроются в 8 утра и будут работать до 8 вечера. Свой голос можно дать как за одного, так и нескольких участников. По итогам сформируют рейтинг, который определит победителей праймерис. Добавлю, в день проведения праймерис будут работать консультационные пункты проекта «Открытый регион». Это своего рода прием граждан по личным вопросам, но под открытым небом. Родоначальником инициативы стал Ноябрьск с проектом «Открытый город», в рамках которого чиновники и жители общались без галстуков и без купюр обсуждали вопросы на злобу дня. Коммуналка, состояние дорог, трудоустройство, переселение из ветхого жилья, а также за пределы Крайнего Севера. Их список широк, но довольно стандартен. Отвечать на этот раз будет обновленный аппарат администрации, руководителей структурных подразделений и руководства госучреждений. Добавлю, проект уже доказал свою эффективность. В отдельных случаях местные народные избранники совместно с депутатами ЗАГС собрания даже добивались пересмотра федерального законодательства, чтобы помочь землякам в решении личных проблем. Для всех желающих, кто придет в места голосования, они смогут получить консультацию, либо встретиться с заместителем главы, со специалистом. То есть мы разворачиваем там такие консультационные пункты. Я не буду говорить и повторяться, что значит для нас открытый регион. Если коротко, то это сокращение дистанции между властью и обществом, доступность власти. Ямальцы недовольны сферой ЖКХ. По данным, полученным в результате сосологического опроса, за последние 4-5 лет в лучшую сторону здесь ничего не изменилось. Качество работы управляющих компаний за последний год, по мнению опрошенных, и вовсе снизилось. Такого мнения придерживаются почти 70% респондентов. Также люди не верят в эффективность системы государственного контроля и надзора в сфере управления многоквартирными домами и считают, что качество предоставляемых услуг не соответствует их стоимости. Многозетные семьи Ямала смогут получить земельные участки в Тюменской области. Соответствующий законопроект ямальские парламентарии намерены принять на заседании 26 мая. А Тюменские коллеги – 16 июня. Сейчас на всей территории округа проблемы с выделением земель из-за отсутствия инфраструктуры есть повсеместно. Депутаты ввели норму в региональное законодательство, позволяющую многодетным семьям взамен земельного участка получить выплату на приобретение и строительство жилья. По словам председателя Тюменской областной думы Сергея Карипанова, 200 участков нарежут в Тюменском и Заводоуковском районах. Это экологически чистая зона в 30 километрах от областной столицы. Участки рассчитывают выделить уже в первом полугодии. Отмечу, в автономном округе живут 9,5 тысяч многодетных семей. Из них более половины хотят получить землю под индивидуальное жилищное строительство. В ноябрьске таких порядка 700. Вопрос о продаже здания старого поста ГАИ и еще ряда объектов, которые НГДИ внес в новый прогнозный план приватизации, пока остается открытым. Напомню, его обсуждали депутаты на минувшем заседании постоянных думских комиссий. Специалисты департамента по имуществу предложили передать здание в частные руки. Строение оценили в 140 тысяч рублей. При этом счетная палата выразила сомнения относительно сделки. Ведь здание расположено на дороге общего пользования. И приватизация земельного участка под ним запрещена законом. Решение депутаты планировали принять сегодня. Однако прокуратура настояла на том, чтобы его отложить. В надзорное ведомство документы не поступили. И, соответственно, свое заключение с точки зрения соблюдения законодательства прокуратура дать не смогла. Повторно к рассмотрению вопроса депутаты вернутся в июне. Нам ничего не стоит перенести, принять это на следующий доме. Это документ важный, актуальный. Но, я думаю, спешка в этом случае нам только помешает. 127 миллионов в этом году будет потрачено на благоустройство и озеленение города. Такие данные приводит муниципалитет. 7 миллионов из этой суммы будет направлено непосредственно на озеленение. Остальные средства распределены на содержание земель общего пользования. Отлов безнадзорных животных, вывоз мусора и обустройство мест для отдыха горожан. Кроме того, за счет этих средств планируется разработать проекты по строительству ливневки по улице энтузиастов. А также установить во дворах детские игровые площадки и комплексы. Направлены заявки на общую сумму 493 тысячи рублей, на приобретение и поставку детских игровых комплексов, на выполнение работ по переносу малых архитектурных форм и ограждение по детской игровой площадке. Госдума в первом чтении приняла закон о повышении минимального размера оплаты труда до 7,5 тысяч рублей. Тем самым РОД будет увеличен сразу на 21% по всей территории России. Напомню, этот показатель устанавливается для того, чтобы регулировать оплату труда, определять пособия по временной нетрудоспособности и других целей обязательного социального страхования. Повышение коснется порядка 1 миллиона работников, из которых 87% являются сотрудниками государственных и муниципальных учреждений, 13% коммерческого сектора. Напомню, это уже второе повышение МРОД в текущем году. С начала года он был увеличен на 4% и теперь составляет 6204 рубля. В то же время в некоторых регионах страны минимальный размер оплаты труда выше, чем в среднем по России. Так, сегодня на Ямале эта сумма составляет 12431 рубль. В случае принятия утверждения закона проекта об увеличении размера минимального оплаты труда на территории Российской Федерации, трехсторонняя комиссия, действующая на территории Ямала-Ненецкого автономного округа по социально-трудовому отношению, безусловно, этот факт примет внимание и рассмотрит вопрос об увеличении либо изменении, либо оставлении на уровне действующим минимального размера оплаты труда, который действует в настоящее время. Придется потесниться. Одно из отделений детской поликлиники с понедельника не будет работать. С 23 мая на косметический ремонт закрывается третье педиатрическое отделение. Уже сейчас запись на прием к узким специалистам здесь не ведут. Невролог, стоматолог и окулист будут временно принимать в Центральной детской амбулатории на Советской. Три участка с понедельника перенесут на Холмогорскую 66, а первый и шестой участок на улицу Рабочую. Неудобства обещают врачи продляться недолго и к началу нового учебного года все вернется на круги своя. А пока родителям стоит уточнять время работы своего доктора перед приемом. Еще и отпускной период начинается и в связи с ремонтными работами будут несколько изменены расписания приемов. Об этой информации можно родителям узнавать, позвонив по телефону регистратур или на сайте ЦГБ в разделе электронная регистратора. Судебные приставы ищут должников в социальных сетях. По словам специалистов службы, в поиске злостных неплательщиков очень часто помогают интернет-ресурсы. Так, за 2015 год только в Ноябрьске таким образом удалось установить 10 должников, находящихся в розыске. К примеру, одного из них нашли на территории Донецкой Народной Республики, по его фотографиям, размещенным на личной страничке в соцсети. Другой должник разместил информацию и фотографии собственных работ по пошиву одежды. И еще один, а этот не выплачивал алименты в течение шести лет, тоже был найден через соцсети. Почти треть предпринимателей не удовлетворены условиями работы на Ямале. Таковы данные мониторинга за 2015 год. Их озвучили на заседании Совета по развитию малого и среднего бизнеса. По сравнению с 2014 годом число недовольных увеличилось на 5%. Эксперты связывают это с неблагоприятной экономической ситуацией в стране. Правда, больше половины опрошенных все-таки положительно оценили обстановку, созданную для развития бизнеса в регионе. Респондентов спросили и о желаемых мерах поддержки со стороны государства. Среди самых популярных ответов оказалась прямая финансовая и информационная помощь. Оценка уровня коррупции со стороны бизнеса. О высокой степени коррупции заявило 14% респондентов, 23% напротив заявили о низком уровне коррупции, 11% говорят о среднем уровне. И что характерно, 52% затруднились дать оценку вот этому явлению. Можно констатировать, что в 2015 году продолжилась устойчивая тенденция увеличения доли предпринимателей, которые не сталкиваются в своей деятельности с коррупционными проявлениями. Выпускные у старшеклассников начнутся через месяц, но к ним готовятся уже с января. Кажется, родители и школьники увлечены процессом сильнее, чем экзаменами. Моя коллега Ирина Акопян посчитала экономику праздника и узнала, есть ли место кризису, когда речь идет о школьном выпускном. Карманами, да, сейчас очень модно, чтобы карманчики были. За то, что модно, платят в первую очередь. Магазины женской одежды выпускницы с родителями штурмуют уже с декабря. В поисках платья своей мечты девушки проводят в примерочных до четырех часов. Запрос, чтобы вечерний наряд был ярким и в пол. Стоимость платья чаще уходит на второй план. Можно и за 10, можно и за 5. В среднем 8, допустим, в этом сезоне 8800. Красивое, шикарное, длинное в пол платье. Из моды не вышло и шить наряды. Школьницы Ноябрьска даже заказывают платья дизайнерам в других городах. Такое удовольствие в среднем обходится в 40-70 тысяч рублей. И это без учета макияжа, прически и маникюра. В завершении девичьего образа еще 4 тысячи сверху. Мужской гардероб скромнее по выбору и по стоимости. Костюмы можно найти от 5 тысяч рублей. Это вместе с рубашкой и галстуком. Алина Микенина выпускает дочь из стен школы впервые. Тем, кому еще предстоит через это пройти, советуют подкопить средства заранее. Если хочешь, чтобы праздник прошел хорошо, то и финансовые затраты достаточно немаленькие, так скажем. Ну, в среднем 45-50 тысяч с учетом того, что все цены подросли нынче. Подросли и запросы школьников. Виолетте всего 18, но так же, как и ее одноклассникам, девушке хочется, чтобы все прошло на уровне. В какой-то степени это важно, чтобы не прошло в какой-нибудь столовой, а это приличное заведение. Для меня это первый выпускной, единственное, я жду от него многое, конечно же. Оправдать ожидания рестораторы готовы в среднем за полторы-две тысячи рублей с человека. Предприниматель Анатолий Гампель отмечает, что даже во имя экономии от выпускного праздника не отказываются. Выпускники приносили и будут приносить ресторанам выручку. Главное, не снижать планку. Хотят красоту и в первую очередь обращают на качество готовки пищи. Это в первую очередь качество готовки пищи. Важные качества концертных номеров. В этом году несколько школ Ноябрьска даже выкупили для выступлений известных артистов. Их стоимость замалчивается, а вот местные ведущие за вечер возьмут от 10 до 20 тысяч рублей. Организатор мероприятия Александр говорит, что цены коллеги по цеху не снижают. Работать на выпускном – большая ответственность. Не хочется того, что нарушает какие-то моральные принципы. Либо юмор на грани, либо еще что-то. То есть все должно быть достойно, все должно быть на уровне. Потому что собирается коллектив, где присутствуют сами выпускники, где присутствуют родители, где присутствуют педагоги. Запечатлеть все происходящее готовы фотографы и видеографы. У них разброс в цене от 2 до 6 тысяч рублей за час работы. Стоимость одного дня собирается как конструктор. И таким образом выпускной становится дорогим. И только из-за воспоминаний. Ирина Акопян, Виталий Харченко. Ноябрьск, 24. Идею в производство в Ноябрьске открылась творческая конференция молодых специалистов «Газпромнефть» с «Ноябрьснефтегазом». Уже в 16-й раз она собрала молодых сотрудников предприятия. Кто только начинает и кто продолжает свой профессиональный путь. На конференции они получают возможность заявить о себе. А лучшие идеи воплотить в жизнь. В этом году свои проекты представили 35 участников. Они выступают с докладами по четырем секциям. Участвую второй год уже. Подготовкой проекта начали заниматься сразу по завершению прошлогодней конференции. Велись поиски темы. Скажем так, актуальные вопросы были подняты. Я ожидаю это участие победы. Своей победы. И победы своих коллег, за которых я тоже болею. Я считаю, что участие в таких подобных мероприятиях необходимое. На защиту проектов отведено два дня. Оценивать новизну и качество проектов будет компетентное жюри. Это специалисты «Газпромнефть» с «Ноябрь» с «Нефтегаза» и приглашенные эксперты. Результатом конференции «Лучшие из лучших» у нас поедут на конференцию, которая проводит уже блока разведки и добычи в Санкт-Петербурге. Ну и денежная премия 100 тысяч рублей в первом месте. Ямальцы стали победителями очного этапа Всероссийского конкурса молодежных авторских проектов и проектов в сфере образования «Моя страна, моя Россия». Он проходит с декабря 2015 года по июль 2016. Заявлено было больше 1040 проектов, однако в очный этап попали только 192. Среди финалистов двое из Губкинского и по одному из Тазовского района и Ноябрьском. От нашего города в конкурсе участвует Иван Остапович с проектом «Фрироу-площадка». На финальный форум они поедут 13 июня в Москву. И это была завершающая информация выпуска. Я желаю вам всего доброго и до свидания.